Сегодня я расскажу, каким образом в After Effects можно манипулировать большим количеством объектов, изменяя случайным образом их характеристики. Например, расположение в пространстве, прозрачность, ну и этот метод применим с любым другим параметром. Использовать мы для этих целей будем несколько скриптов. Адреса, по которым их можно скачать, будут внизу в описании. Если вдруг кто-то не знает, как качать по этим ссылкам, то вот по этому видео вы можете ознакомиться, как это делается. В итоге у нас должна получиться некая массовка из множества объектов, которые можно использовать, например, как в ролике, посвященной джунглям от Крамора, где он множество объектов в пространстве располагает, и камера вдоль них перемещается. Получается у него такой массив листвы. Я думаю, многие знают этот урок. На сайте Крамора он под номером 127 идет. Можете его там пересмотреть. Я же использовал эту методику в создании такого эффекта. Как видно, у меня здесь множество слоев. Они в пространстве двигаются с разной скоростью, в разное время появляются. Ну, создаётся такой эффект случайной генерации. А потом они из случайного места начинают двигаться, и в итоге занимают фиксированное место в пространстве. Начну я с создания простой композиции, небольшого размера. Конечно, нам потребуется обычный солид. И к нему фильтр, который рисует круг. Ничего сложного, просто круг. Также я поменяю у него цвет. И цвет у него изначально, например, возьмём чисто красный. Соответственно, если мы будем у него менять вот этот параметр, цвет круга будет также меняться. Проанимирую его на протяжении, допустим, двух секунд. Видим, как на протяжении всей композиции цвет круга в каждом кадре меняется и отличается от предыдущего. Теперь нам нужно его перенести сюда. И сделаем ему... Остановим его во времени. Фризфрейм сделаем. Получится, что вот этот конкретный слой во времени не двигается. Сразу вешаем на него формулу. Сейчас я объясню, зачем и что. Так, формула у меня вот такая вот. Что делает эта формула? Прежде всего, вот если мы просто зададим случайную генерацию из формулы random, она будет в каждом кадре. Но 180, вот тут у меня осталось слишком много. Поставим двоечку. Получится, что в каждом кадре время timeremap у нас будет разное. И получится такое мелькание. Цветовое мелькание, которое мне не нужно. Чтобы этого избежать, я как раз вставляю... Вот сейчас я отменю. Я как раз вставляю первую строчку, которая не позволяет на протяжении всего слоя рандому меняться. Но если я теперь... Она зависит от индекса, естественно. А индекс у нас, как известно, это номер слоя. Если я создам теперь копию... Видно, что значения отличаются и объекты отличаются цветом. Но, тем не менее, на протяжении всей композиции цвет постоянный. Соответственно, сколько бы мы копий не создали, у всех у них будет разный цвет. И он будет постоянным. Я как раз такого эффекта и пытаюсь добиться. Вернемся к одному объекту. Сброшу у него положение в пространстве. Для того, чтобы создать сразу несколько объектов, я вот воспользуюсь подобным скриптом. Так, сразу скажу, что мне вот оригинальный скрипт не очень нравится. Я вот у себя в блоге описал проблемы, с которыми столкнулся, и как их поправить. Поэтому я буду пользоваться чуть-чуть модифицированным скриптом. Ну, а вы сами решите, каким лучше. Можете по ссылке пройти, посмотреть, либо с оригинальным работать. Что он делает? Допустим, вот у нас есть объект, мы его выделили. И хотим, чтобы он продублировался 5 раз. И каждый объект следующий сдвигался на 100 по x и по y. Ну, вот он получился. Допустим, нам что-то не так, отменяем. Можно тут вот, я как раз модернизировал, чтобы можно было параметры заново не набирать, а использовать уже имеющиеся. Самое интересное, что за счет формулы, которую мы на Remap повесили, каждый объект у нас получает собственный цвет. Теперь мне ничего из этих не нужно, просто я в одном месте создам 200 объектов. Вот так вот, одним кликом у нас создалась здоровая куча объектов. 201, как раз вместе с оригиналом. Сразу добавлю камеру. Обычную, не суть, как важно. Ее я скрою вот с помощью вот этого параметра. Чтобы не выделять все объекты, одним нажатием клавиши Ctrl-A. А камера не выделялась. Слишком много объектов, чтобы руками вот так вот выделять их. Поэтому Ctrl-A, выделяем все объекты, включаем у них 3D. Теперь видим, что они у нас с тремя координатами в пространстве. Можно поворачивать камеру, и они будут двигаться. Итак, следующая задача, которую я перед собой ставлю, это разнести эти объекты, которые сейчас находятся в одном месте в пространстве, ну, случайным образом от этой точки координат. Для этого нам понадобится скрипт Distribute Layers. У нее тут тоже несколько параметров. Можно положение, пространство, масштаб, прозрачность изменять. Мне вот нужно пространство. Random Scale Opacity, Random Position. Вот эта вот закладочка. С этим скриптом надо очень аккуратно работать, потому что у него нет, как видите, никаких кнопок Apply, применить. И он меняет параметры сразу же, как мы начинаем перетаскивать слайдер. Мне вот это тут не очень понравилось. Каждое изменение слайдера отражается на объектах. У нее теперь, чтобы вернуться, надо несколько раз Ctrl Z нажать. Иногда с этим возникают проблемы, когда вы тут какой-то параметр меняете, и к этим объектам применяется автоматически еще раз то, что вы, допустим, заносили в предыдущий раз в одну из этих граф. Но я думаю, если вы будете с ним работать, вы поймете о чем речь. Поэтому пока мы их просто все-таки разнесем в пространстве, допустим, 50-500 забьем, а также мы по оси, сейчас вот мы видим, что они у нас расположены как бы в трубе. Теперь я хочу разместить их по оси Х, допустим, на 2000. И по оси У, допустим, на 300. Так, я сейчас хочу скрыть вот эти стрелки, чтобы они нам не мешали. Выделяю все объекты. И, допустим, ориентацию поменяем всегда смотреть на камеру. Вот автоориентация. Всегда поворачиваться лицом камеры. То есть, как бы мы их не вертели, получаются такие спрайты, которые всегда смотрят в камеру. Изменим режим наложения ну, на аддитивный. Ну, это чисто так для интереса. Наверное, мне вот кажется, я их слишком разнес. Такая получилась очень разреженная между ними расстояние слишком много. как это можно поправить. Для того, чтобы изменить мне параметры этих объектов, я воспользуюсь таким скриптом. Называется он k-smitch кузница ключей. Создам для позишн у всех слоев как видно, ключ. Теперь мы можем манипулировать. Обращайте внимание на вот эти вот значения. вот у нас значения этих ключей новые, которые мы создадим. Кстати, можно к уже существующим добавлять вот это значение с помощью плюсика. Мне же потребуется допустим, я думаю, что по оси с x я слишком раздвинул, поэтому вот эти вот я сброшу, а по оси x добавлю 0. Вернее, не добавлю, а запишу 0. Ну вот, получилась у нас такая линейка. Теперь вот видно, что по оси x у нас 0 записался. В данном случае все объекты расположены в одной плоскости этой оси и координата у них равна 0. Поэтому я их теперь снова распределю, ну, допустим, уже на 500 по оси x. ну, таким же образом можно случайным образом изменить у них масштаб. Но я буду это делать с помощью другого скрипта чисто ради интереса. Для этого воспользуюсь скриптом рандомайзер. Он мне находится чуть ниже. Сейчас я попробую опустить. Да, вот он. Он работает не по относительному принципу. Мы должны задать конкретно, какой параметр у нас будет записан в масштаб. Кстати, ключи вот тут уже нам не нужны пока. Переключаюсь на масштаб. Смотрю, что масштаб у нас везде сотни. И я хочу, кстати, вот можно разделить для каждой оси, но я не буду этого делать. И масштаб у нас каждой сферы будет меняться от 60 до 200. Видим, что масштаб как раз изменился в соответствии с этими параметрами. Ну и в сцене тоже видим изменения. Теперь прозрачность. Прозрачность меняется таким же образом. я хочу, чтобы прозрачность была от 20 до 60. Вот такие вот радужные шарики получаются. Это касается расположения объектов в пространстве и изменения каких-то их параметров. Теперь у нас все это статика и хочется добавить сюда немножко какой-то анимации. анимация будет простая особо не будем заморачиваться. Допустим создадим прозрачность на четвертой секунде первый кадр будет у нас равняться нулю то есть объекты появляются. Теперь переключимся на положение создадим ну тоже где-то там на четвертом создадим ключ для положения лучше наверное вот тут создать так отменю в нулевом ключ в нулевой позиции по времени мы создаем ключи для объектов как бы они сосредоточены в пространстве а допустим на четвертой секунде я хочу чтобы они собрались не в точку а в линию то есть мы у них изменим параметр вот с помощью рандомайзера позиции будем менять в прошлый раз я использовал вот этот вот скрипт а теперь мы воспользуемся вот этим в принципе пофигу чем пользоваться главное просто выбрать какой-то инструмент результат один тот же у вас будет я хочу чтобы объекты собрались соответственно в четвертом на четвертой секунде в координатах поскольку рандомайзер работает у нас в пределах мне придется два раза забить координаты допустим по x они будут 0 минимальные и максимальные будет 0 что соответствует константе ну а по y будет допустим 100 ну там минус 100 и 100 а z поскольку мы здесь ничего не вбили z не изменится добавился ключ посмотрим как объекты вот они как раз в прямую превратились вот они в пространстве у нас собираются я просчитаем анимацию посмотрим как это выглядит в общем вот такая простая анимация получилась объекты с одинаковой скоростью двигаются в пространстве и в один тот же момент времени занимают определенные положения допустим я хочу добавить какого-то разнообразия чтобы они одни с одной скоростью двигались другие с другой и как-то по-другому смотрелись случайным образом распределить их по времени и воспользуюсь я скриптом под названием рифт он очень похож на один из тех которым мы пользовались до этого наверное автор одинаковый что мы с ним можем делать опять же выделяю все слои мы здесь можем сдвигать у них начальную точку конечную ключи двигать сдвигать их в пространстве например вот тут кстати сразу выбирать надо то единицу измерений которые мы будем использовать вот при этих параметров например одна секунда shift одну секунду будет выглядеть вот так все слои сдвинуться на одну секунду также можно делать лесенки вот такая вот штука получается каждый объект сдвинулся и тут как раз у нас так шифт работает не шрифт а секунс меня же интересует больше рандом вот это рандомое значение которое мы зададим минимальное значение то есть объект не сдвинется вообще а максимальный ну зададим допустим 4 секунды соответственно каждый объект слой будет сдвинуть в пространстве не больше чем на 4 секунды уже будет смотреться уже будет анимации смотреться немного по-другому то есть видно в пространстве мы их разнесли и они уже формируют другой чуть-чуть рисунок это конечно немножко похоже на генератор частиц но поскольку у нас это не частицы а индивидуальные слои мы можем каждый конкретный слой поставить именно в ту точку пространства которая нам необходима и расположить ее именно так вообще сдать и анимацию ту какую нам нужно сейчас я пока отменю эти значения и расскажу о немного другом параметре сейчас мы их просто относительно сдвинули в пространстве но скорость не изменилась а если я хочу изменить скорость например для появления прозрачности перехожу на прозрачность теперь мне нужно выделить ключи которые я хочу сдвинуть а я хочу сдвинуть ключи которые отвечают за последнюю прозрачность самое сложное вот здесь вот сейчас выделить все ключи для 200 объектов если у вас автор эффект будет отвернут на весь экран то скорее всего когда вы поднесете мышку к краю объекта у вас будет переключаться очень медленно по одной буквально строчке и 200 объектов так очень долго выбирать у меня поскольку внизу еще есть пространство я мышь вниз уношу и достаточно быстро все скроллится просто имейте это ввиду быстро выделять надо чтобы окошко чуть-чуть меньше сделать чтобы у него было пространство до низа рабочего стола так вот я выделил ключи и мне теперь нужно их сдвинуть в пространстве вернее по таймлайну раскидать случайным образом для этого я снял вот эти вот все галочки по ключей только оставил выбранные и допустим я хочу сдвигать влево на 2 секунды и вправо на 2 секунды тут происходит интересная фишка я обнаружил что рифт глючит когда у нас имеется в композиции time pre-compose допустим имеем композицию как это должно по идее работать работать это должно таким вот образом у меня есть несколько объектов у них есть ключи я нажимаю вот эту кнопку и ключи хаотично раздвигаются каждый раз когда я нажимаю там происходит какое-то вычисление и они сдвигаются в пространстве но с pre-compose у нас такой не получается особенно когда таймлайма включен поэтому я скопирую формулу выключу таймремап у всех слоев опять мне нужно будет сейчас мы таймремап еще не выключили вот у нас выключился теперь снова надо будет выделить все ключи и вот как раз задают случайное положение некоторое время до 200 слоев after effect просчитает ну вот мы видим что они в пространстве раскидались случайным образом теперь мне нужно там рима включить ну собственно формула вернулся или нет что сейчас происходит похоже на очень включается как-то долго ну что ж подожду и так спустя несколько секунд там рима повернулись на место в пространстве как мы видим вернее во времени у нас тут константа стоит поэтому они не меняются возвращаем границу в общем эффект получился неярко выраженный однако сам принцип я надеюсь понятен ключи в пространстве мы раскидали таким же образом можно было поступить например с положением объектов теперь если я хочу объекты еще как уже раньше говорили сдвинуть в пространстве на случайное значение например 4 секунды теперь видим у нас объекты вот так вот выстроились и не совсем понятно например я привык работать таким образом что объекты на тамлайн располагаются в той последовательности в какой они попадают в кадр то есть например если объект попадает в кадр здесь в этом месте а вот этот раньше него то этот находится ниже для того чтобы отсортировать вот этот весь стек необходимым мне привычным мне образом это не имеет это не имеет особого значения скорее всего дел привычки есть такой скрипт называется сорти вот мы мы можем выбрать по какому из принципов по какому из признаков сортировать слои я например выбираю in то есть точку вхождения и собственно все видно что слоя сортировались но не так как я привык мне нужно в другом порядке вот в таком а в общем ничто мне не мешает например вот здесь выбрать рандом и вернуться к предыдущему состоянию то есть сколько просто я не нажимал слои будут постоянно вот в стеке перемешиваться у меня просто название тут у всех одинаковые а в общем бы цифры тут должны меняться мне вот привычно вот в таком формате работать ну однако же это все чисто ради познавательных целей никакой практической задачи я перед собой не ставлю также вот для сортировки слоев существует скрипт который называется киндо сорта тоже тут есть ряд параметров по которым плагин может сортировать объекты ну например одним из интересных может например положение объекта по оси z но это тоже по-моему все это умеет ну да вот ось что это нам дает ну по сути глубину объекта чем глубже объект в сцене расположен тем он находится выше или ниже в зависимости от настройки вот этого параметра вот это все как раз основа по работе со скриптами которые позволяют нам автоматизировать вот эти всякие занудные процессы когда нам нужно изменять сразу множество параметров да еще каким-то случайным образом надеюсь что эти методы вы сможете применить в своих работах которые будут обладать более высокой художественной ценностью также авторы для большинства скриптов на сайте по ссылкам внизу опять же выкладывают небольшие тутеры в которых показывают как этими скриптами пользоваться более подробно ну и там какие-то особенности так что обязательно тоже их посмотрите я же вот со своей стороны собрал небольшую такую подборочку скриптов раскидал их по разделам если кому интересно можете посетить поставить себе какой-нибудь блокиратор рекламы посетить сайт ЮКУСа ну например там посмотреть какие-то скрипты посмотреть по разделам думаю это тоже будет полезно в какой-нибудь да